Как и почему Самара стала промышленным центром страны? Ответ на этот вопрос искал доктор исторических наук Алексей Захарченко. За цикл научных работ автор получил нагрудный знак и губернскую премию в области науки и техники. Ученый, первый в отечественной историографии, показал роль принудительного труда в возведении крупных промышленных объектов по Волжье. Несмотря на непростые 90-е годы, уверяет автор научного труда, потенциал удалось сохранить. Эта деятельность продолжается по развитию промышленности, по укреплению кадров, по инвестициям. Ведь действительно, главный инвестор в науку и в производство стратегическое государство. Вот это всегда было и будет. Сегодня Самарский регион – один из признанных интеллектуальных центров России. Об этом говорят и достижения самарских ученых, отмечает губернатор. Областное правительство инвестирует в науку, расширяет поддержку исследований и разработок, в том числе за счет стимулирующих премий. Ежегодно предоставляется 20 премий по 100 тысяч рублей. Это крайне важно, особенно теперь, когда стоит задача импортозамещения, поставленная президентом. Без науки, без фундаментальных исследований, прикладных, понятно, что задачу импортозамещения мы не решим. И только создание условий соответствующих позволит нам, на самом деле, быть сильными, независимыми. Рассчитывают, что и бизнес будет вкладывать деньги не только в свой оборот, но и в научные исследования. Развитию государственно-частного партнерства региональные власти придают большое значение. По его уровню в прошлом году Самарская область вошла в тройку лидеров по стране. Для сравнения, еще четыре года назад она занимала 25 место. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.